День ставит свой автограф на нашем канале. В студии Дарья Жилина. Здравствуйте! И вот коротко о главных темах. Отчет главы, вопросы с имуществом и даже цифровая трансформация. Депутаты Гордумы собрались на очередную сессию. В марте были медиками, в апреле они рестораторы. В Архангельске продолжается проект по знакомству малышей с миром профессий. Их имена вписаны в историю. Поколение победителей принимает поздравления в канун праздника. Обсудили задачи, приняли решение. В Архангельске прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Массовые мероприятия в Поморье во время майских праздников пройдут в онлайн-режиме. Решение принято оперштабом по борьбе с коронавирусом. В онлайне будет и первомайская демонстрация. В соцсетях специалисты профсоюзов ответят на вопросы, касающиеся трудовых отношений. Народные гуляния и концертные программы в День Победы также не запланированы. На Пасху храмы будут открыты, но прихожане должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Параллельно с этим с 15 мая изменятся условия посещения Соловецкого архипелага. Все въезжающие обязаны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус и о положительном тесте на антитела, полученные за трое суток. Я предлагаю с 15 мая все это запустить сразу с начала навигации, те правила, которые будут отражены в указе 28. Я думаю, что там сегодня эпидемиологическая ситуация позволяет и с учетом отношения к этому и Русской Православной Церкви, и просьбы со стороны нашей патриархии. Я считаю, что это вполне мы уже сегодня можем удовлетворить. Все основные ограничительные меры продолжат действовать на территории региона до 1 июня. В регионе создадут программу благоустройства больничных городков. Поручение областному медздраву дал губернатор Александр Цибульский во время рабочей поездки в Новодвинск. В центре внимания не только вопросы медицины. Михаил Меньшин все расскажет. Визит Александра Цибульского в Новодвинск совпал с важной датой – днем работника скорой медицинской помощи. Поэтому губернатор сперва направился на местную подстанцию. Благодаря вашей работе зачастую наши близкие, родные, да и мы сами, остаемся здоровыми, а иногда живы. Я это говорю на самом деле не понаслышке, а от чистого сердца. Я могу сказать, что буквально месяц назад моя мама, благодаря вашим сотрудникам, в общем-то, наверное, осталась жива, потому что ей успели привезти, сделать операцию. Теплыми словами не ограничились. К примеру, фельдшера Татьяну Якубишин, которая отличилась в период пандемии, глава региона наградил благодарственным письмом. Свою работу очень люблю, потому что она очень, как сказать, важна для наших людей, особенно кто вызывает скорую помощь в опасных ситуациях. Выезжаем на помощь, оказываем скорую помощь. Помощь, как оказалось, не помешает и Новодвинской городской больнице. В этом году в здании учреждения начнется капитальный ремонт стоимостью больше 80 миллионов рублей. Но все проблемы за эту сумму решить не удастся. Болевой наш очень такой вопрос, это по дорогам больничного городка, потому что они находятся в плачевном состоянии, денежных средств. К сожалению, у лечебного учреждения таких нет. Муниципальное образование пока помочь тоже не может, потому что это областная собственность, а не муниципальная. Кроме автомобильных дорог, необходимы и благоустройство всего больничного городка. Проблема актуальна для региона, потому Александр Цибульский поручил Минздраву создать спецпрограмму и просчитать финансовую часть. Здесь самая большая проблема, вот они с улицемельниковой заходят. Сейчас сухо, да, но когда подкопление начинается, что мы досмотрены проектом? Только вот здесь, не только вот это. Только капитальный ремонт своего здания и вокруг, и только вокруг, да. Ну, то есть, условно, 5 метров вокруг здания. Это отмозка, что ли? Как отмозка плюс пожарные подъезды. Давайте считайте вот это. А вот средства на создание в Новодвинске центра спортивной борьбы уже посчитаны. 3 миллиона рублей необходимо вложить в ремонт помещений бывшего корпуса индустриального техникума. Здание теперь принадлежит местной спортшколе. Прежде всего мы говорили про первоначальный этап ремонта зала спортивной борьбы. И надеюсь, в этом году мы в июне месяце сможем после сессии областного собрания дополнительно выделить средства на ремонт этого зала. Я надеюсь, что к концу года уже у борцов появится свой отремонтированный чистый комфортный зал. Живет в комфорте теперь и многодетная семья Сергея Ерофеевского и Елены Воротынской. У супругов четверо детей, причем трое родились в августе прошлого года. Это позволило получить соцвыплату в 2 миллиона рублей на покупку жилья. Теперь Сергей и Елена задумаются о покупке автомобиля для большой семьи. Губернатор предложил главе Новодвинска помочь приобрести достаточно вместительную машину. Михаил Меньшанин, Александр Кузнецов, Регион 29. Сессия городской думы состоялась сегодня. Один из центральных вопросов повестки – отчет главы Архангельска. Об этой и других темах – Алексей Макеев. Первый отчет главы города Дмитрия Морева стал возможностью детально обсудить наиболее острые городские проблемы. Разговор длился около трех часов. Вопросы благоустройства, дорожного строительства, решение проблем дошкольных учреждений, распределение ответственности за уборку дворовых территорий. Глава сегодня отчитывался, по сути, не за свою работу, а за работу своего предшественника. И поэтому он достаточно корректно поступил в том плане, что он не подвергал критике то, что было до него, и обходил острые места стороной. Острые места обозначили депутаты. Обсуждался проект благоустройства площади профсоюзов, отсутствие финансирования учреждений культуры, нехватка педагогов, сроки подключения всех котельных городок к газоснабжению. Высокая оценка была дана работе по инфраструктурным проектам 2020 года. Это повышенные объемы ремонтов дорог, которые были выполнены в прошлом году. Это повышенные объемы благоустройства территорий, которые были сделаны как в рамках национального проекта, так и в рамках наших собственных средств. Это ввод наших социальных объектов, детские сады, это начало строительства новых объектов. На самом деле год был очень насыщенный. В отчете глава города обозначил 7 направлений деятельности администрации на ближайшее время. Первой строкой идет расселение ветхого и аварийного жилья. Хочется верить, что данная программа с помощью федеральных денег все-таки будет в Архангельске реализована, поскольку Архангельск – это один из тех городов, который остро нуждается в реализации данной программы. Как отметил глава, в этом году бюджет Архангельска по сравнению с прошлым вырос на 18%. Отмечена работа портала по выполнению закупок «Амаркет». За полгода 2020-го отторговано на этом портале закупок на сумму 52,5 миллиона рублей. Экономия составила 3,8 миллиона рублей. Ложкой дегтя стала авария на тысячники. И проблемы, связанные с работой РВК «Архангельск» на протяжении последних лет. Администрация города держит на контроле также сроки по устранению разрытий после коммунальных аварий. 15 июня обозначен срок ликвидации разрытий. Кроме этого, депутаты поддержали передачу здания бывшего детского мира в музыкальной школе Баренцева региона. Дом музыки, дом счастья, куда будут дети приходить, выступать, учиться. Возможно, что после того, как будет сделать проектирование, не только школа Баренцева региона там будет располагаться, может быть, еще какие-то дополнительные услуги будут там предоставляться. Также депутаты проголосовали за присвоение звания почетный гражданин города Архангельска Валентине Николаевне Петровой, бессменному председателю постоянной комиссии по патриотическому воспитанию городской организации ветеранов. Алексей Макеев, Светлана Михеевская, регион 29. Профессиональный праздник отмечают работники скорой медицинской помощи. Поздравления они сегодня принимали от волонтеров, которые привезли небольшие подарки и выпечку прямо на станцию. Добровольцев и врачей еще год назад сплотила пандемия. Проект «Мы вместе» был направлен на помощь пенсионерам и инвалидам во время коронавируса. Мы его реализовывали совместно с врачами. Доставляли продукты пенсионерам и инвалидам, доставляли им лекарства, помогали в оплате ЖКХ, даже порой просто выносили мусор. Застать всех сотрудников на станции не вышло, большинство находилось на вызове. А вот те бригады, что были на месте, поздравления явно оценили. Сегодня на первом самом вызове нам сказали, и поблагодарили, и когда мы вынесли довольно тяжелое в плане физического мопольного, он сказал большое вам спасибо, я говорю, такой тяжелый, мне так неудобно перед вами. Вообще-то редко бывает, когда именно они говорят, но это было очень приятно. Приятные слова от Совета национальности региона. От всех председателей национальных автономий, диаспор, поздравляю вас с таким вашим прекрасным праздником, потому что вы действительно в народе спасители наземные, земные. Мы на вас надеемся, всегда опора для общества, для всех. К слову, акции волонтеров с поздравлениями в адрес медиков в нашем регионе уже стали регулярными. Мы в детском саду учили буквы. Современная жеребятня уже готова к трудоустройству. В Архангельске проходит проект по знакомству малышей с миром профессии. Каждый месяц пилотные детские сады осваивают одну из компетенций, будь то медицинский уход или инструктор по физкультуре. Апрель посвятили сфере услуг. Алексей Карельский вкусил ее прелести. Пить я буду мультифлот. Официально можно вас. Звезду Мишлен этому кафе присваивать, пожалуй, рано. Из молекулярной кухни тут только полимеры. Зато пятерку за качество обслуживания можно ставить хоть сейчас. Щедрые посетители не дадут соврать. Это ролевая игра, часть муниципального профориентационного проекта Childs and Skills, то бишь «Дети и умения». Департамент образования запустил его в пяти дошкольных учреждениях Архангельска. Ребят знакомят с профессиями, дают определенные навыки. В марте малыши были медиками, апрель посвящен компетенции ресторанный сервис. Воспитанники детского сада «Радуга» примерили на себя образ бармена, официантов, шеф-повара. Я приготовила суши, яичницу с сосисками, яичницу с сыром. Каким должен быть официант? Добрым, любознательным. Чаевые он должен получать? Да. Много? Да. Культуру общепита ребята постигают с помощью разработанного в детском саду красочного пособия, так называемого лэпбука. Вот, например, сервеловка, стола, меню разложить, вредные и полезные продукты разложить. Это пособие вместе с другими наработками детского сада «Радуга» пойдет по рукам и ручкам. Нам надо воспитывать не только ранее профориентацию дошкольников, но и родителей, и особенно воспитателей. Пять пилотных учреждений, каждый по итогам оформляет свои методические рекомендации, которые по итогам учебного года будут распространены во все дошкольные учреждения города, чтобы в следующем учебном году все ребята попробовали поучаствовать в данном проекте. В мае малыши превратятся в инструкторов по физкультуре. Следом их ждет знакомство с робототехникой и профессией инженера. Алексей Карельский, Ольга Красулина, Регион 29. В Архангельске прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Представители парламентского большинства, делегаты из разных уголков области обсудили задачи, поставленные в послании президента. Вопросы подготовки ко Дню Победы, работу своего волонтерского центра в период пандемии. Подробности у Артемия Заварзина. В 2020-м именно на конференции регионального отделения «Единая Россия» делегаты выдвинули Александра Цибульского кандидатом на пост губернатора. Спустя год уже избранный глава области открыл очередной партийный форум. В приветственном слове член Генсовета «Единой России» акцентировал внимание на недавнем послании президента страны. Наш курс – это курс на развитие региона, на социальную поддержку наших людей. Важно, чтобы послание президента было обращено в каждой семье, в каждый дом и, по сути, касалось тех вопросов, которые каждого из нас волнует в нашей повседневной жизни. Целый пласт задач, озвученных в послании, «Единая Россия» уже решает в регионе. В частности, по газификации мы второй год пытаемся, пробиваем, чтобы подключение к частным домам было на бесплатной основе. Мы боролись за то, чтобы, если родитель с ребенком сидит на больничном, ребенок до 8 лет, то больничный должен 100% оплачиваться. И мы надеемся, что вот эти решения будут в ближайшее время приняты. Другой важный вопрос повестки – участие «Единой России» в акциях ко Дню Победы. В прошлом году по инициативе фракции «Единой России» в областном собрании дополнительно было выделено 20 миллионов рублей. И в целом на грантовую поддержку проектов патриотической направленности было направлено 30 миллионов рублей. Такого никогда у нас не было. В прошлом году в связи с этим было реализовано 204 проекта на территориях Англиской области. Это и ремонт, и восстановление, и установка памятников, проведение различных конференций, форумов. В этом году в связи с ограничениями партия вновь делает акцент на онлайн-программе, включая «Бессмертный полк», акции «Звонок ветерану» и «Окна Победы». По инициативе «Единой России» 17 апреля в регионе также проводятся субботники, направленные в первую очередь на приведение в порядок памятных мест. В числе благих начинаний на конференции отметили и работу волонтерского центра «Единой России». С начала пандемии он уже оказал помощь 3,5 тысячам северян. Помощь выражается в доставке лекарств, какой-то бытовой помощи, потом доставка пациентов в больницу, малоподвижных граждан и так далее. Кстати, некоторые волонтеры примут участие в электронном предварительном голосовании, организованном «Единой России». «Праймерис» направлены на то, чтобы сами северяне решили, кто достоин представлять регион на выборах в Госдуму в сентябре. Артемий Заварзин, Алексей Карельский, Светлана Михеевская, «Регион-29». Праздник общий для всех и свой для каждого. Специальный проект телеканала «Регион-29» ко Дню Великой Победы. Вместе с вами мы готовимся к 9 мая. В этот день северяне смогут увидеть своих героев на экране ТВ. Мы ждем истории вашей семьи, ваших солдат Победы. Расскажите о их судьбах, о трофеях военных лет, которые бережно храните, или историю одной фотографии. Присылайте видео в сообщения нашей группы ВКонтакте или на почту до 15 часов 6 мая. Видео в горизонтальном формате не более одной минуты. Встречаем победную весну вместе. «Никто не забыт, ничто не забыто» Этот лозунг должен звучать не только на парадах и торжественных митингах. Доброе слово ветеранам. Забота о них тоже отражает смысл этой фразы. «Поколение Победы, как никто, заслуживает внимания». И хорошо, что есть люди, которые об этом не забывают. Алексей Карельский продолжит. Их имена вписаны в историю страны мужеством и самопожертвованием, кровью и потом. Более тысячи ныне здравствующих архангелогородцев ковали победу на фронте и в тылу. Пережили ужасы войны в блокаде, в концлагерях. В канун Великого праздника, по доброй традиции, в гости к ветеранам приходят сотрудники муниципалитета. Разумеется, не с пустыми руками. «Поздравляем вас с наступающим праздником. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия. Спасибо большое за это здоровье». «Поздравительная открытка от главы города подписанная и сертификат». Вместе с муниципалитетом подарки ветеранам подготовили общественные организации «Просто благодарные архангелогородцы». «А что мы можем сделать нашим поколениям? Только помогать ветеранам, только их боготворить. Главное для ветеранов, я считаю, что это забота и внимание». Именно война лишила внимания и заботы Алевтину Москвину. Четырехлетняя девочка попала в немецкий лагерь. Освободили ее только через два года. «Когда нас маленьких привезли, от немцев привезли. Питер». «Я запомнила слово, как сказали, дистрофиков привезли». Ребенок оказался в детдоме. Потерянную семью Алевтина Иосифовна нашла только через 45 лет. А до этого была непростая, насыщенная событиями жизнь. Как и у миллионов соотечественников, вернувшихся с фронта, восстанавливавших разрушенную войной страну, создающих наше с вами будущее. Поэтому подарки к 9 мая – лишь капля в море той благодарности, которую заслужили эти люди. Алексей Корельский, Александр Кузнецов, Регион 29. В Архангельске торжественно открыли памятник геологам русского севера. Событие приурочено к 90-летию со дня образования северного геолого-разведочного Треста. Бронзовый монумент установлен на площадке перед зданием «Агададайманс». Памятник – это собирательный образ геолога. В одной руке кирка, в другой – найденная порода. Этот памятник очень важен для Архангельской области, очень символичен, но и важен, наверное, для всей России. Геологи русского севера совершали свой трудовой подвиг порой в невыносимых условиях. Севера, пурги, тайги, тундры. И на самом деле отсюда началось создание перспективы развития нашего региона. Александр Цибульский выразил признательность ветеранам геолого-разведки. Благодаря им было открыто более 400 месторождений полезных ископаемых. Алмазы, нефть, газ, уголь, цветные и редкие благородные металлы. Защитить информацию от хакерских атак и понять, от кого они исходят. В инновационном центре Агентства регионального развития прошли киберучения. Подробности у Александра Богдановича. Мир все больше погружается в цифру, а виртуальные данные нужно уметь защищать. На буднях информационной безопасности специалисты в IT-сфере показали свои знания и моделировали ситуации. При этом участники окунулись не только в теорию, но и в практику. Это новый для Архангельска формат. И суть его в том, чтобы показать, как команды реагируют на атаки. Как можно отреагировать на инциденты, как можно понять, что инцидент происходит. И, соответственно, как можно понять, откуда он вообще взялся. На тренировочной площадке участники примерили на себя роль сотрудников групп мониторинга и реагирования. Выявляли компьютерные атаки, расследовали инциденты и защищали инфраструктуру предприятия. Вирусы, как человеческие, так и компьютерные, на самом деле являются, ну, наверное, самым таким острым моментом. Они даже, наверное, и по мнению многих товарищей, ну, наверное, даже страшнее, чем, там, не знаю, обычное оружие и так далее. И если про борьбу с человеческими вирусами часто говорят и тратится большое количество средств, ресурсов и так далее, то на компьютерные нет. И как раз это мероприятие, на самом деле, позволит нашим предпринимателям, бизнесу нашего региона быть более защищенными, решать вопросы, которые перед ними стоят. Сегодня эти технологии в Архангельске и во всем Северо-Западе активно развиваются. Они уже есть в разных отраслях бизнеса и социальной сферы. Вообще ведь общая тенденция развития цифровизации в стране, она очень сильно прогрессирует, да, и немаловажно отметить, что не только региональная власть и федеральная власть, но в том числе и наш президент говорит о том, что цифровизация будущее. Но здесь стоит отметить, что цифровизация – это история про данные, а, соответственно, эти данные необходимо обязательно защищать. Проект будни информационной безопасности как раз для тех, кто хочет познать, как не стать заложником хакерских атак и защитить свою информацию. К услугам резидентов инновационного центра – различные сервисы для ведения бизнеса, прямое взаимодействие с институтами поддержки МСП, партнерами Агентства регионального развития и фондом «Сколково». Александр Багданович, Евгений Зыков, «Регион-29». Военнослужащие Росгвардии из Архангельска стали призерами всероссийских соревнований спецназа. Наши бойцы представляли Северо-Западный федеральный округ. Участники со всей страны выполнили упражнения по стрельбе, сдали нормативы по инженерной и высотной подготовке, связи и топографии. В условиях максимально приближенных боевым отработаны действия спецназа по нейтрализации условных преступников. Привлекалась авиация. Кульминацией четырехдневной программы состязаний стал гвардейский биатлон, который выявил команды с лучшей стрелковой подготовкой. Лидером стала команда Новосибирского военного института, второе место у бойцов из архангельского отряда «Ратник». На третьем месте спецназ из Южного округа войск Нацгвардии. На сегодня все. Ждем вас завтра ровно в полдень. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова